Моя любимая Мэри, прости, что не писал тебе целую неделю. Я проходил курс психологической реабилитации на нашей базе в Румынии. Должен тебе сказать, что случилось страшное и не только со мной, но и со всем экипажем нашего доблестного эсминца Дональд Кук. Наш эсминец вооружен самыми лучшими системами поражения противника. Нет таких самолетов, ракет или субмарин, которые мы не могли бы перехватить. Наша система ИДЖИС может сбивать даже баллистические ракеты. Служить на этом корабле могут только лучшие моряки. Отважные и презирающие смерть, как бывал из штата Аризона. Так вот, моя дорогая, когда наш Дональд Кук вошел в Черное море, чтобы высоко поднять там флаг свободы и демократии, Капитан построил нас на палубе и произнес спич. Парни, нам предстоит особо важная миссия продемонстрировать неустрашимость Америки перед распоясавшимся русским медведем. Вы все знаете, что русские отняли у демократической Украины половину территории в виде Крыма и готовятся оттяпать ее вторую половину. Это угрожает нашим национальным интересам, потому что мы не можем кому-то позволить оттяпать то, что можем оттяпать сами. Силы свободы и демократии на Украине еще молоды, и мы должны показать русским, под какой надежной защитой они находятся. Не сомневайтесь, что русский медведь наделает в штаны, когда увидит такое оружие возмездия, как наш Дональд Кук. В этот час испытаний от вас требуется мужество, слаженность и дисциплина. Мы трижды крикнули «Гип-гип-ура!» и стали готовиться показать русским, что их ждет, если они поднимут руку на вторую половину Украины. На следующий день, когда наш корабль шел по направлению Крыму, мы обнаружили в небе русское летающее корыто, которое называется «Штурмовик Су-24» и выпускается с тех пор, когда наши родители еще ходили в начальную школу. Когда-то на занятиях в военном колледже мы изучали этот раритет и смеялись над его характеристиками. Он больше подходит для орошения полихимическими удобрениями или для разбрасывания с воздуха детских игрушек. Поэтому, когда сыграли тревогу, мы разбежались по своим боевым постам, предвкушая, как поиграем в кошки-мышки с этим посланцем из прошлого. Я даже успел на бегу побиться об заклад с Эдом на то, что сумею взять это ржавое железо под прицел большее количество раз, чем он. Эд управляет такой же скорострельной установкой «Фаланкас», как и я от нее, считали мы. Нет спасения. Мы вели русского локатором до его подхода к зоне поражения, чтобы затем его накрыть. Однако, когда он вошел в эту чертову зону, началась мистика. Первыми погасли наши локаторы, потом выключилось целеуказание фаланксов и весь Иджис вышел из строя. Наш великолепный Дональд Кук качался на волнах, как дохлая черепаха. Оказывается, этот проклятый русский металлолом Су-24 включил аппаратуру электронного подавления, и гордость нашего флота превратилась в наш позор, а русский стал откровенно глумиться над нами. Он произвел на нас 12 учебных атак, ездил по нашим локаторам брюхом, глушил нас ревом двигателя и вообще показывал нам всем, что на таком дерьмовом корыте может плавать только самая дерьмовая команда. Улетая, он помахал крыльями и дул, даже померещилось, что он показал нам средний палец правой руки, но думаю Эд сочиняет, потому что в военном колледже нас учили, что в подобных случаях русские показывают кукиш. Мэри, ты не можешь представить, что с нами было. Такого позора мы не переживали никогда в жизни. Некоторые наши парни рыдали как дети, другие бились головой о бездействующие приборы. Старший помощник на глазах у экипажа выпил из горла бутылку виски и орал на весь корабль. Эти долбаные русские хибины, российская система радиоэлектронной борьбы, ДСА-капитан был зеленый от слости. В таком состоянии мы едва смогли пришвартоваться к румынскому берегу, и сразу после швартовки три десятка наших парней написали рапорт на увольнение. Они не смогли вынести мысли, что в решающий момент наша техника может превратиться в дерьмо, вместе с которым им придется идти на дно морское. Со мной же случилась истерика и меня отвезли в госпиталь. Мэри, я всегда любил нашу Америку и хотел, чтобы звездно-полосатый флаг нес свободу всему миру. Но после этого случая мысль об увольнении стала меня преследовать. Черт с ними, с деньгами, моя дорогая. Лучше мы с тобой купим маленькую ферму в Аризоне. Будем выращивать на продажу сельдерей и пить псалмы в нашей церкви по воскресеньям. Я думаю, что Америке лучше не брать под защиту наших братьев по демократии на Украине. Уж если одно старое русское корыто смогло положить на бок наш супер-современный Дональд Кук, то представь, что могут наделать их новые самолеты. А если они способны подавлять не только приборы, но и мозги экипажа, сама подумай, зачем я тебе нужен без мозгов, крепко тебя целую, всегда твой Джонни. А кто слушал до конца «Молодец» на самом деле неизвестно настоящее это письмо или нет. Может его кто-то выдумал, а может оно было на самом деле. Но то, что где-то 27 офицеров написали рапорт об увольнении. Это факт, но то, что в письме говорилось, мы не дадим оттяпать то, что можем оттяпать сами. Такое по моему мнению американец не мог писать своей возлюбленной. Хотя кто его знает, в любом случае они уплыли после того, как попали под прицел нашей...